Добрые традиции Северского района Казачьи молодежи Кубани и волонтеры расположились на площади, приветствуя гостей мероприятия воздушными шарами, цветами и символами своих отрядов. Рядом со мной наши жуковцы. Это учащиеся 5-7 классов. Ребята были посвящены около 4 лет назад. И вот 4 года существует данное направление в нашей школе. Ребята занимаются помощью ветеранам, убирают памятники исторические, могилы ветеранов Великой Отечественной войны, помогают пенсионерам, мы выходим, участвуем в различных акциях. В этом году парад посвящен 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских оккупантов и Году добровольца-волонтера. В нашем районе более 13,5 тысяч школьников. Не менее 70% из них являются членами детских общественных организаций. В них дети получают опыт гражданского взаимодействия и возможность реализовывать свой творческий потенциал. Самые юные участники парада – ребята из детской организации «Солнышко». Дети вступают в нее в первом классе. И до четвертого класса они являются у нас солнышками. Солнышко – это тепло, лучики его, которые согревают своей заботой и лаской всех окружающих. Поэтому наши дети воспитаны сопереживать, помогать, уважать всех. И эта традиция будет у нас продолжаться, конечно же, и далее. В пятом классе дети у нас выступают в пионеры Кубани. Далее у нас организация «Содружество». Это старшеклассники. На мероприятии присутствовали почетные гости. Глава района Адам Джарим, ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов и ветераны труда. Дорогие ребята, будьте активными и целеустремленными. Учитесь и развивайтесь. Знайте, что даже самым талантливым людям высокие достижения даются прежде всего кропотливым и ежедневным трудом. В этот праздничный день желаю вам творческих успехов, ярких свершений, здоровья и счастья, дорогие наши дети. С праздником! Детские и молодежные организации Северского района – это мир детства и юности. Добрые дела и светлые открытия, победы над собой, а главное – содружество детей и взрослых. Рабочая неделя подходит к концу и все ближе долгожданный праздник 1 мая. По сложившейся традиции данный праздник у нас в районе отмечают широко и по-настоящему народно. С 8 утра и до 3 часов дня улица Ленина будет перекрыта. Торжественная демонстрация начнется в 10 утра. Встроенные колонны начнут свое движение от перекрестка улиц Ленина и Петровского. Жители и гости станицы пройдут торжественным маршем по центральной улице. Продолжится праздник в парке народными гуляниями и развлекательной программой. Торжественное открытие фонтана состоится в 20 часов на площади рядом с районной администрацией, как завершение насыщенного праздничного дня. Однако помимо открытия фонтана, станичников ждет еще много интересного. Развлекательная программа для детей, живое выступление духового оркестра и открытый сеанс в летнем кинотеатре. Все это будет происходить здесь, в Северском парке. Совсем скоро тихие аллеи, знакомые каждому станичнику, преобразятся и заиграют новыми яркими праздничными красками. Северский парк культуры и отдыха имени Пушкина – одно из главных украшений районного центра. Это излюбленное место, времяпрепровождение для любителей активного отдыха и тихих прогулок, взрослых и детей. Особенно популярен парк вне торжеств. Грядущие майские праздники он примет тысячи посетителей. По традиции это и будет открытием летнего сезона. Сейчас работники парка делают все, чтобы жителям и гостям станицы Северской было максимально комфортно. Работа ведется ежедневно. На главной аллее заменены лавочки и урны. Постоянно наводится санитарный порядок. Не забывай здесь и о самых маленьких посетителях. К наступлению тепла обрел новый дизайн аттракцион «Колокольчик». Закуплены новые мобильные аттракционы. Надувной батут с горкой и игровой площадкой. Сказки шахерезады. Спортивный аттракцион с полосой препятствий гнезда. Активно ведутся озеленительные работы. В этом году закуплено 46 деревьев. Это липа, береза, туя, можжевельник. Также приобретена газонная трава. Высаживаются десятки тысяч цветов. Пестрые композиции, составленные из растений в выращенных теплицах парка, будут украшать районный центр весь теплый период. Впереди нас ожидают майские праздники, которые жители нашего района любят проводить на природе. Но нельзя забывать, что весна – это не только сезон цветения и шашлыков, но и время активизации клещей, разносчиков различных инфекций. К счастью, на Кубани нет энцефалитного клеща, о котором слышал, наверное, каждый. Но существует и множество других не менее опасных заболеваний, передающихся с укусом насекомого, например, боррелиоз. У инфицированного им человека могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до поражения нервной системы, сердца или суставов. Прежде чем идти на природу, человек должен задуматься о том, чтобы предупредить этот укус насекомого, как уберечь себя от него. Конечно, сейчас в аптеках очень много существует репеллентов, то есть препаратов, которые отпугивают клещей от себя. И об этом надо не забывать. Прежде чем идти на природу, обязательно нужно воспользоваться этим, пойти в аптеку и приобрести эти средства. Помимо этого, существует еще одежда. Как мы оделись, когда идем на природу? Должны быть плотно облегающие одежды, и желательно одевать все-таки высокую обувь и заправлять в нее брюки, чтобы даже если клещ попадет на одежду, но он не проник под нее. Как правило, укусы клеща нельзя почувствовать сразу. Насекомое вырабатывает специальное обезболивающее. Следует довериться зрению. Вернувшись домой с природы, необходимо внимательно осмотреть тело и проверить одежду, в которой вы отдыхали. Если же все-таки клещ укусил человека, то желательно не самому его удалять, а обратиться к врачу. Прежде всего, к врачу-травматологу, который должен этот клещ удалить так, как должно быть, потому что отрыв клеща нежелательно допускать, желательно удалять его целым. Делается врачом-травматологом прививкой, и обязательно нужно посетить врача-инфекциониста, который бы дал рекомендации дальнейшего наблюдения или, быть может, лечения данного человека, у которого был зарегистрирован укус клеща. Как отмечает инфекционист, в последние годы люди стали внимательно относиться к своему здоровью, реже пытаются самостоятельно нейтрализовать кровососа и обращаются за помощью в первые же часы после укуса насекомого. Мир, труд, май. Знакомые каждому с детства слова, которые сразу же ассоциируются с весенним теплом, улыбками и весельем. Международный праздник День солидарности трудящихся отмечается 1 мая в 142 странах мира. Тихий семейный ужин или шумные народные гуляния в парках и на улицах городов и сел. Кажется, этот праздник способен объединить в себе все. О том, как сейчас отмечают этот весенний праздник, мы спросили наших станичников. Смирно, молча и с ребятами приятными, которые улыбаются, а не которые... С семьей, скорее всего. С родными, близкими. Если график не выпадет, что работать придется, то будем отдыхать в парке. На гуляние пойдем. Мы там видели, была информация, что праздник будет там, торжества в парке. Поэтому пойдем в парк. Я, безусловно, буду отмечать этот праздник в кругу семьи, родных и близких. Это удивительный хороший день, повод отметить весну, встретить ее, прежде всего, побыть в кругу близких людей, на которых, бывает, не находишь должного времени. И это хороший повод. И благо у нас в государстве для этого отводится специальное время в качестве выходных среди рабочих книги. Самые яркие воспоминания, конечно, связаны с парадом, потому что нас всех со школьных скамей загоняли туда с шариками на демонстрации. Мы все несли майскую символику. Это было весело, здорово. Сопровождалось большими аплодисментами, громкой музыкой, интересными мероприятиями. Это было очень здорово. Долгое время Первомай был символом революции. Непримиримой классовой борьбы имел политическую окраску и отмечался демонстрациями, украшенными портретами политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки и культуры. Но постепенно и этот контекст стерся. Зато осталось ощущение всенародного праздника, объединяющего людей по всему миру. В Северском историко-краеведческом музее открылась выставка деревянных скульптур художника из Славянска на Кубани Анатолия Строчкина. На ней представлен пантон восточнославянских божеств, а также предметы обихода Древней Руси, изготовленные из дерева. Выставка сегодняшняя наша, она для нашего северского района, она уникальна. Уникальна тем, что здесь представлена история нашей славянской культуры и представлена необычной формой. Мы больше привыкли к тому, что мы поём, танцуем, вышиваем, какие-то куколки делаем. А вот на этой выставке представлено то, что крайне редко встречается в нашей жизни. Это вот скульптура, именно скульптура древних славянских богов. Ну вот, к примеру, это бог Верес, правильно я говорю, да? И, ну, как бы бытует такая легенда. Если ты приходишь в лес, и бог этот вот поворачивается к тебе лицом, человеческим лицом, можно предположить, что в тебе добрый человек. Но если вдруг вот такая метаморфоза происходит, да, хозяин леса встретил этого человека, ну, в общем-то, надо насторожиться. Что-то в тебе не так. К искусству деревянной скульптуры Анатолий Строчкин пришёл не случайно. В его роду многие занимались столярным делом, в основном бандарным. Зарабатывали этим на жизнь. Анатолий Владимирович не только продолжил династию мастеров, но и превратил работу с деревом в искусство. Не забывает художник и свои ремесленные корни. Среди его работ много изделий домашнего обихода древних славян. И одно из самых приметных на выставке – хлебная лопата. Именно такой лопатой отправляли в печь караваи и пироги крестьянки. И точно такая же наверняка была в арсенале у бабы-яги в избушке на курьих ножках. У автора немало скульптур на православную тему, как, например, эта икона Богоматери с младенцем, созданная ещё в конце 80-х годов. Творчество – это внутренняя потребность, дар выражения того, что велит сердце. У Анатолия Строчкина искусство в крови, и это часть его жизни и философии. Выставка деревянных скульптур продлится до конца мая. Посетить её может каждый, кто интересуется историей религии и культуры Руси. Редактор субтитров А.Семкин